Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. После скама проекта L7Trade в Твиттере появилось уже несколько аккаунтов, каждый из которых утверждает, что именно он является официальным аккаунтом L7Trade, а все остальные это фейки. С большой долей вероятности можно утверждать, что все они являются фейками, просто хотят, как говорится, устроить добор, привлечь инвесторов именно к себе. Вот, в частности, один из таких аккаунтов пишет, что уважаемые пользователи, с уважением каждому клиенту мы хотим сообщить, что L7Trade возобновляет работу под новым именем и с новым доменным именем. И сейчас мы позиционируем себя как GlobalTrade. И мы переезжаем на новый домен, а также обновим все аккаунты наших пользователей. Но если так задуматься, предположим, что если бы старые владельцы L7Trade хотели бы восстановить компанию, они бы просто восстановили сайт, восстановили проект на старом домене. Нет никакого смысла переезжать на новый домен, если ты являешься владельцем старого. Во-первых, потому что старый домен, он как бы уже раскручен, на нем хорошая посещаемость, ну и, естественно, доверия больше. Потому что, когда создается новый домен, всегда возникают вопросы, а чем докажете, что это действительно, ну, L7Trade, а не какой-то фейк. И здесь дальше они пишут. Мы понимаем, что вы беспокоитесь о ваших деньгах. И мы хотим проинформировать, что вся информация будет опубликована в связи с запуском сайта. И причина прекращения работы нашей платформы – это хакерские атаки. И мы переезжаем на новый сервер, более безопасный. Ну, опять же, это текст для идиотов. Потому что любому, любой программист, любой веб-дизайнер понимает, что переезд на новый сервер не означает, что нужно менять доменное имя. Только идиот может так думать, что переезд на новые сервера обязательно подразумевает, что надо домен менять. Имея абсолютно тот же самый домен, то можешь сколько угодно переезжать с одного сервера на другой без всяких проблем. Ну, опять же, это в расчете на полных дилетантов и на идиотов. Так, дальше они пишут 3 октября. Данные были потеряны. Да, это все хакеры украли. Данные были потеряны. И наши сотрудники просто непрерывно работают в поте лица, чтобы восстановить платформу. Прямо как в квестре. Вот квестра 2 года вот они прямо в поте лица восстанавливают работу. Неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом просто дым из ушей валит. И да. И также готова новая почта для технической поддержки. Да, да, да. И естественно, почта, скорее всего, на каком-нибудь там бесплатном хостинге типа Gmail. Окей. Но вот новость от 4 октября. Уважаемые пользователи, мы, ура, ура, мы сообщаем вам о запуске нашей платформы. И ожидаемая дата запуска это 5-6 октября 2019 года. И сайт будет называться l7globaltrade.com. Спасибо за внимание. Вот так вот. Как я сказал, если бы это были реальные владельцы старого сайта l7trade, то они бы просто перезапустили сайт на старом домене. И нет никакой необходимости запускаться на новом. Так что с вероятностью 200% это просто какие-то очередные мошенники, которые хотят привлечь инвесторов l7trade к себе. Ну и, видимо, напоследок еще каких-то деньжат отжать. Дальше пишут. 4 октября они пишут. Некоторые данные были потеряны. Что касается... Да, вот что касается средств наших пользователей, то все, типа, все осталось нетронутым. Средства безопасности. Ну, это, короче, чтобы успокоить народ. Типа, не переживайте. Ваши средства безопасности, ваши денежки. Да. Ну, данные потеряли. Но средства не потеряли. Вы что? У нас все в безопасности. Какие-то хакеры-дилетанты попались. Все там взломали. Систему повредили, но деньги не смогли украсть. Да. И, видите, тут 67 лайков стоит. Вот, видите, 67 лайков. Народу нравится. Они же, вон, 80 лайков. Окей, да. Уважаемые пользователи. И сейчас вы можете связаться с нами, послав нам письмо. support.sobaka.l7globaltrade.com Ну, по сравнению с другим твиттером, эти хотя бы заморочились тем, что зарегистрировали доменное имя. Правда, это стоит там баксов 10-15 в год. По меркам интернета копейки, конечно, да. Но другие ребята в твиттере вообще даже и с этим заморачиваться не стали. Просто ящик на бесплатном Gmail сделали. Эти, по крайней мере, домены оплатили. Ну, ладно. Так, смотрим дальше. Уважаемые пользователи, платформа еще не запущена в полном режиме. Официальный старт произойдет 13 октября. Это в связи с новыми правилами платформы. Вот так. 13 октября все свершится. Дальше. 6 октября объявление. Уважаемые пользователи, сейчас происходит процесс активации аккаунтов наших клиентов. Вот так вот, поняли? Вы тут сидите, ждете, а там вовсю же процесс активации клиентов. И все необходимые инструкции вы можете найти вот на этом сайте. L7globaltrade.com Официальный старт и старт торговли начнется 13 октября. Поняли? Вот. А вы там всякие негативщики и неверующие не верили, что все восстановится. 13 октября. Счастливое число. Вы че? Спасибо за то, что были с нами. А я что-то смотрю, что-то лайков маловато. Смотрите, 8 штук всего. Такое радостное, приятное объявление. Ну вы че? Так, ну это вот совсем, это совсем свежие объявления. Уважаемые пользователи, мы напоминаем, что активация вашего аккаунта возможно только до 12 октября. Вот видите, мы так любим наших клиентов, что мы ограничиваем срок, когда они могут активировать свои аккаунты. Ну это чтоб быстрее, быстрее денежки несли. Также мы хотим сказать, что это наша единственная официальная страница. Нам прислали вот такое вот письмо с предложением купить фейковый аккаунт. Будьте осторожны. И вот здесь вот они разместили скриншот. И здесь очень веселый текст написан. Предлагаю в последний раз. Там, короче, школота с тройкой по русскому языку, похоже, всем этим занимается. Это жертвы ЕГЭ, короче. Продам аккаунт в Твиттере. Там по 100 тысяч просмотров. Просмотров на твитах 2790 подписчиков. Все думают, что он оф. Ну, идиоты какие-нибудь, может, и думают, что он оф. Если интересно, отпиши. С помощью этого аккаунта ты сможешь нормально заработать. Могу тебе доказать, что он мой, если хочешь. Также у меня имейл. Там много разной информации об людях. Паспорты, логины, скрин последнего ордера. Вот, ребята. Ну, вот. Обращаюсь ко всем. Ну, вы совсем, что ли, как говорится, мозгов нет? Вы каким-то непонятным левым мошенникам посылаете свои паспорта. Ну, вы чё? Он по-русски-то писать не может. Там какое-то школу ло, извините. Он слово предлагаю по-нормальному, без ошибок написать не может. А вы ему свои паспорта посылаете. Ну, как говорится, головой-то думать надо. Ну, что, заходим на новый типа сайт l7globaltrade.com Ну, чё можно сказать? Конечно, заморочились не только с регистрацией нового домена, но и, в общем-то, содрали дизайн со старого сайта, логотип, надписи, все дела. Так что, ребята, заморочились конкретно. Обратите внимание, наверху есть такая надпись «Последние новости». Возобновление платформы «Новые условия работы». Нажимаем сюда «Подробнее». Итак, читаем объявления. Технические работы. «Оважаемые клиенты, теперь мы уже позиционируемся как Global Trade. С уверенностью можем сказать, что мы возобновляем свою работу. Мы будем рады всем, кто хочет продолжить с нами работать, а те, кто боятся, сможете вывести ваши деньги». Это, конечно. Хотим объясниться, почему от нас не было никакой информации. Причина — это дидос атаки. Этот раз, чтобы нам справиться, нужно было отключить все наши сервера. Короче, как я и сказал, тройка или двойка по русскому языку с запятыми и точками вообще не дружит. Ребят, вам знакомо такое понятие пунктуации в русском языке? Это умение в правильных местах ставить запятые точки. Есть орфография, есть пунктуация. Вот это что тут? Предлог «В» пропустили? В этот раз, чтобы нам справиться? Или что? Этот раз, чтобы нам справиться? Ну ладно. Жертвы ЕГЭ очередные. Нужно было отключить все наши сервера. Также в целях безопасности нами было приобретено пару доменов для нашей платформы. Для чего, вы узнаете в следующих объявлениях. Все, что осталось, это возобновление аккаунтов наших клиентов. Было принято решение предоставлять услуги платно. Ну конечно, а кто бы сомневался. То, что они там в Твиттере пишут, что ваши деньги в безопасности, там миллионы-миллионы, это не считается. Нужно новые деньги вносить. Поэтому для того, чтобы с нами работать, вам нужно будет возобновить свой аккаунт. Ну вы понимаете. И после оплаты вы получите новый пароль для входа. После оплаты, ребята, после оплаты. Ну а вы как хотели. Что же. Что думаете? Они зря заморочились с регистрацией домена. Целых 15 баксов потратили. И сайт копировали L7 Trade. Ну вы что, совесть имеете? Они же потратились в конце концов на все это дело. Ну надо как-то понимать, войти в положение. Поэтому после оплаты. После оплаты. Так. Значит. После оплаты вы получите новый пароль для входа. Который вы сможете самостоятельно поменять. Также будут доступны такие функции, как координатор и торги шаг. Вплоть до даты открытия наша команда будет заниматься возобновлением стабильной работы торгов. Будет проводиться возобновление всех аккаунтов наших клиентов. Официальный старт состоится 13 октября. Для того, чтобы активировать ваш аккаунт. О, интересно. Тут даже ссылочка есть. Смотрите. Ссылочка. Нужно осуществить взнос для возобновления платформы в размере 0.01 биткоина. Ну ребята, вы что? Это практически даром. Это практически даром. Ну, совесть надо иметь. Или пол эфира. После произведенной оплаты вам нужно будет сообщить это нам на почту. Info.globaltrade.com В сообщении Е. Опять жертва ЕГЭ. По русскому 2. Падежи учите, ребята. 6 падежей в русском языке. Не 7. Можно запомнить. В сообщении Е. Нужно указать ссылку на транзакцию. И последнее сообщение о завершении Е ордера. Ребята, возьмите. Купите хотя бы учебник русского языка. И, наконец-то, займитесь русским. Внимание. Заявки для восстановления Е аккаунта. Короче, у них, похоже, только буква Е на клавиатуре работает из гласных. Для восстановления Е аккаунта принимаются только до 12 числа. Что касается различных профилей в соцсетях, хотим сказать, что Global Trade к этому никакого отношения не имеет. У нас есть только одна официальная страница в Twitter. Заявки на вывод будут работать сразу после официального старта. Также были сделаны... Ну, конечно, кто бы сомневался. Вы, главное, деньги только отправляйте. Ну, надеюсь, вы понимаете, что это сарказм. Никому ничего отправлять не надо. Вот так. Также были сделаны новые кошельки для оплаты. Так как на предыдущие хранятся активы наших клиентов. Видите, как классно. То есть так, если задуматься, почему не использовать старые кошельки L7 Trade. Ну, а там вот хранятся активы клиентов. И мы как-то... Мы не можем на них новые денежки принимать. Поэтому мы создали новые кошельки. На новые нам присылайте. Также хотим напомнить, все, кто сомневается в нашей работе, мы вас не держим. После старта платформы вы сможете уйти. Спасибо за понимание. Давайте нажмем слово «Активировать» и посмотрим, что мы здесь увидим. Ой, появилось интересное объявление. Активация. Вот это биткоин-кошелек, на который надо денежки посылать. А вот это эфир-кошелек, на который надо денежки посылать. В общем, ребят, будьте аккуратны. Не отправляйте ваши деньги, личные данные, а тем более документы, кому попало. Всяким мошенникам, которых на просторах интернета пруд пруди. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны.